Добрый день, любители видеомонтажа! Меня зовут Denzy. Сегодня я покажу, как можно перекодировать все файлы в директории. Для этого нам понадобится fmpg и batfile. Перекодировать все файлы в директории можно разными способами, но мне удобнее именно с помощью batfile. Для начала создадим где-нибудь временную папку. Я создал ее по адресу dfmpg.temp и положим сюда все файлы, которые нужно перекодировать. Затем вам будет нужно положить batfile в директорию с fmpg. Но перед тем, как мы его запустим, я хотел бы кое-что объяснить. shhp6501 это кодировка для UTF-8. makedir создает временную папку temp на диске c, куда будут помещены перекодированные файлы. Сам скрипт выглядит следующим образом для любого файла в директории темп, который мы создали по адресу dfmpg.temp и куда мы положили свои видеофайлы. Важно, чтобы там были только видеофайлы, потому что звездочка означает любой. Если у вас там будет лежать текстовый файл или музыкальный файл fmpg, попробуйте его перекодировать. Если вы хотите некоторые специфики, например, перекодировать в директории только файлы mp4, то вам нужно будет указать mp4. Если только avi, то только avi. Если все файлы в директории, то звездочка. Итак, для любого файла в директории dfmpg.temp мы выполняем команду fmpg со следующими параметрами. Для входного файла я указал, что они стерео. Аппаратное декодирование автоматически. Это может быть CUDA, DXVA2, еще что-то. Далее. Входной файл в виде скрипта указан все файлы в директории. Дальше я указываю кодек видео QTRDE, 30FPC, пиксель-формат RGB24. Указываю кодек Audio Advanced Audio Codec. QA2 означает качество Audio 2, это максимальное. Если мы не указываем битрейт, то у нас будет автоматически переменный битрейт. Если мы хотим CBR, то есть constant битрейт, мы должны указать битрейт. Я выбираю переменный битрейт и поэтому указываю только качество аудио. Ак 2 означает стерео, аудио рейт у меня 48000 Гц. И выход я задаю в C темп. Эта папка будет создана автоматически. Имена все при перекодировании сохраняются. Но расширение изменяется на mall, потому что я выбрал видеокодек QTRDE. Эта строчка не обязательно, ее можно стереть, я просто сделал ее для фана. И exit, завершение программы по окончании. Итак, давайте перекодируем все видеофайлы в директории dfmpeg.temp. Пока идет перекодирование, хочу заметить, что видеокодек вы, конечно же, можете указать любой. Если хотите, можете использовать H264 NVENC. Если у вас видеокарточка от NVIDIA, это значительно ускорит процесс перекодирования. Скорость кодирования зависит от мощности вашего железа и от настроек видеокодека. У меня сейчас перекодируется третий файл, еще два файла остались. fmpeg использует декодирование DXVA2 для ускорения процесса декодирования. А кодирую я с помощью QTRDE на своем четырехъядерном процессе 2012 года. Если у вас слабый компьютер, то лучше где-нибудь перекодирование делать на ночь на ноутбуке, если файлов достаточно много. Итак, последний файл. И вы видите надпись DONE. Я просто сделал ее для фана. Это DONE.txt. Выглядит он следующим образом. Вот такая штука. Это необязательный процесс. Итак, на диске C у нас появилась папка TEMP. А в ней все перекодированные файлы. Имена сохранены. Давайте посмотрим исходные имена на всякий случай. Вот исходные имена. Вот перекодированные файлы. Все имена сохранены. Ну что ж, надеюсь видео было вам полезным. Увидимся. И так далее. Продолжение следует...